У нас в гостях Морис Гартман, независимый журналист издания «Шпигель». Такое небольшое превью к нашему разговору все-таки я расскажу. В новом рейтинге восприятия коррупции Украина поднялась на 12 позиций. В общем, это может кого-то радовать, но в целом этот показатель не настолько высок, чтобы можно было говорить о том, что Украина постепенно побеждает коррупцию. К сожалению, нет. Международная организация «Транспертизи Интернашнл» подготовила рейтинг индекса восприятия коррупции. В этом индексе Украина смогла набрать 27 баллов. Это на один балл больше, чем год назад. То есть показатели на самом деле небольшие. Собственно, коррупция – это, наверное, такая самая главная тема, которую сейчас и последний год точно больше всего обсуждают в странах Европы, Евросоюза, которые, в общем-то, предоставляют Украине финансовую помощь. Поэтому, наверное, коррупция – это главная цель, которая должна быть достигнута в Украине, для того, чтобы в Европе ее воспринимали уже по-новому, так как вот страну, которая освободилась от и советского прошлого, и от коррупционного прошлого, как части советской системы. Морис, добрый вечер. Вот предлагаю поговорить в том числе и об этом. Я знаю, что вы приехали в Украину для того, чтобы сделать проект для Шпигеля, про тех лидеров, которые выходили на Майдан и прошли некий путь от волонтера до политика. Кто-то разочаровался в революции, кто-то изменил курс, направление своей деятельности. Вот расскажите об этом. Ну, я выбрал для этого проекта четырех героев, так сказать. Это, с одной стороны, Кличко, потому что немецкий журнал всегда хочет Кличко. Потом Сергей Лещенко, журналист, который пошел в политику, стал депутатом. Ольга Богомолец, которая тоже сейчас депутат и глава комитета по здравоохранению. И вот сегодня вечером еще собираюсь в город Счастье на фронте. Там сейчас Дмитрий Булатов, который был лидером Автомайдана и потом, да, министром, потом почему-то решил, что он может служить родине лучше на фронте, чем в парламенте. Потому что он, я думаю, мог бы стать спокойно депутатом в какой-то партии. А как вам кажется, да, вот эти герои, да, вот прошло там два года. Как вам кажется, ну, вы же были с ними, ну, как-то не то, что знакомы, но, в смысле, с ними общались, пересекались и знали, что они собой представляли тогда. Как они изменились? Каким образом они воспринимают Украину? Вот как они оценивают то, что в Украине происходит? Ну, если говорить о Лещенко и Богомолец, например, то они, в принципе, одинаково мнение о том, что происходит. Только Лещенко говорит, что стакан наполовину полон. То есть он оптимист. Богомолец, она, да, Богомолец, она не так оптимистично настроена. Она говорит в интервью открыто об этом, говорит, что таких, как ее, подпускают, не подпускают к рулю. У нее ощущение, что Украина – это подлодка, в которой она находится, и ей дает там залатывать дырки, но таких, как ее, не пускают к рулю. А у руля сидят в большей или меньшей степени старые элиты, которые сейчас, как мне кажется, к сожалению, повторяют ошибку 2005 года. А что это за ошибка? Ну, как вам кажется, что это за ошибка? В чем ее? Ну, ошибка в том, что они начинают ссориться друг с другом, и население на это смотрит и не понимает, что происходит. Куда делись обещания, население видит, что жизнь ухудшается, и что происходит стагнация. Страна просто стоит. Все кричат о коррупции, о которой мы… Вот во всех разговорах, конечно, всплывает тема коррупции. Это такой фетиш. Ну, и Сергей Млищенко вы наверняка тоже обсуждали. Со всеми, абсолютно со всеми. Это такой фетиш сейчас. Все борются или говорят о том, что они борются с коррупцией, но почему-то, как мы видим из статистики, не получается. Почему, если все говорят о том, что они борются с коррупцией, почему не получается? Какое у вас общее впечатление от этих интервью? Вот люди разочарованы или все-таки нет? Или у них вот позитивно? Кличко, кстати. Он разочарован или нет? Или он держит удар, он же спортсмен? Но он говорит, что, конечно, жизнь тяжелая на его посту. Он это называет электрическим стулом, на котором он находится. При этом он очень стремился на этот электрический стул. У нас был второй перевыбор режима мэра. Он очень хотел попасть на этот электрический стул. Да, да. Но он все-таки оптимистично настроен. Но он говорит, он ссылается на суды, например. На то, что он там все коррупционные дела, которые были, они же сделали там проверку. Когда он пришел к власти, они сделали проверку. И все, там, тысяча килограмм бумаг отправили в прокуратуру. Но он говорит, почему-то не возбуждаются дела. То есть у всех есть виноваты. Все находят каких-то виноватых, но только не они имеют отношение к этому. Да, но мне кажется, что действительно большая проблема в судах, в прокуратуре и в судах, что там не было нужных радикальных изменений. И действительно мы видим, что увольняются министры, уходят депутаты из-за коррупционных дел. То есть очень много на столе, но никто не попадает в тюрьму почему-то. Если действительно есть факт, что человек криминальный преступник, то он должен сесть, по сути. И мне кажется, что главное разочарование обычных людей, майдановцев и вообще украинцев, в том, что они это видят. То есть где посадки? А как воспринимают Украину сейчас в Европе? Можно судить из того, что если одно из крупнейших изданий «Шпигель» отправляет вас делать проект об Украине, то, наверное, она по-прежнему интересна. Но все равно, есть ли какая-то усталость со стороны немецких читателей по поводу Украины? Каким образом Украину видят сейчас конкретно в Германии? Ну, я думаю, что все еще немцы достаточно позитивно настроены по отношению к Украине. Но, естественно, она ушла на третье или четвертое место в СМИ сейчас, потому что у нас в Германии, как вы знаете, другие проблемы. Мигранты, конечно. Да, мигранты. И война в Сирии. И мне кажется, из тех сообщений, которые поступают к обычным немцам, у немцев складывается не очень понятная картина. Потому что, с одной стороны, мы видим там новые полицейские. У нас в Германии, естественно, были истории об этом в СМИ. Это очень позитивно. Но, с другой стороны, естественно, и попадают все эти драки из парламента, и весь этот цирк. И немцы не могут понять, что это то же самое, что было и 10 лет назад, когда все говорили, что сейчас будем строить новую страну, а потом все получилось как всегда. Если русское слово просрали. Я думаю, что... Да, но мы же в эфире. Ну да, мы в прямом эфире. Но, да. Мне кажется, что достаточно важно для Украины показать, что Украина ценнее Молдова. Да? Потому что в случае с Молдовой действительно проблема в том, что европейцы поддерживали типа проевропейских пацанов, которые говорили мы за Европу, против России и так далее. Но они оказались обычными жуликами и коррупционерами. И мне кажется, что на этой стадии для Украины достаточно важно понять, что они должны показать, что это другой случай здесь. Что их намерения серьезные. Что они не будут обманывать Евросоюз и своих граждан в основном. Да, оранжевая команда вся же рассорилась. Они все начали воевать друг против друга. Что-то похожее происходит здесь. А вот как вам кажется, для того, чтобы донести Европе, что происходит в нашей стране, что Украина неправильно делает? Может быть, должен быть какой-то один определенный месседж или два определенных месседжа. Что это должно быть для того, чтобы европейцы поняли, что в Украине происходит и понимали, что здесь хотят позитивных перемен? Ну, как сказать, Украина и правительство должно показать это делами. Логично. Как бы не месседжами, а делами. То есть, если есть случай, что человек коррупционер, против него должны возбуждаться дела. А они не должны размазываться или останавливаться из-за того, что кто-то там с кем-то договаривается по политическим причинам. Я думаю, что, например, Шокин, да, он играет достаточно плохую роль в этом деле. Не потому, что он сам такой плохой, но он управляемый президентом. Генпрокурор. Да, президент говорит ему, что не надо возбуждать тут дело против Бойко, потому что нам Бойко нужен для голосования в Раде и так далее. Ну, такие истории сейчас происходят, насколько мне известно, в Украине. И, естественно, это достаточно плохие сигналы. А кого в Германии считают главным коррупционером в Украине? Это... Я не думаю, что немцы настолько детально разбираются сейчас. То есть они просто понимают, что здесь есть какая-то ситуация... Они считают, что Яценюк там главный коррупционер, или Аваков, или Порошенко. Они не хотят разбираться в этом. Ну да, их, наверное, не интересуют деталей. Им нужен результат, как и жителям Украины, понимаешь? Им нужен результат. Или в форме улучшения жизни, или в форме улучшения таких рейтингов, да? Или в форме законов, которые принимают в Украине. Вы все знаете, что на прошлой неделе 7 раз пробовали внести эту поправку в закон, чтобы заработал этот электронное... Как называется? Справление? Ну, система налогообложения. Нет, электронная регистрация, ну, что зарабатывают депутаты. А, господи, да, понятно. Да, хотя есть коалиция, и у них достаточно голосов, и Гройсман 7 раз пытается провести это через парламент, и 7 раз не хватает голосов. То есть это невозможно. Вы знаете, что это условие для того, чтобы Украина получила безвизовый режим. Видимо, есть депутаты из правящей коалиции, которые настолько боятся этого закона, что он вступит в силу сейчас, а не 1 января 2017 года, что они 7 раз голосуют против этого. Не успеют ничего перепродать. Ну да, у них будет еще время. Хорошо, а вот есть еще такой момент, о котором вот в контексте Германии довольно часто говорят, да, о том, что там довольно сильна российская пропаганда, и что, скажем, в том числе до граждан Германии, да, информация доходит все-таки в большинстве своем через призму российских СМИ. Да, вот то, каким образом они представляют здесь конфликт на Донбассе, да, каким образом они представляют себе ситуацию в Украине, как они ее показывают. Правда ли это, и можно ли этому как-то противостоять? В смысле, я имею в виду, с украинской стороны. С украинской стороны? Первый вопрос все-таки, правда ли это, действительно ли российская пропаганда имеет влияние на Германию? Да, да. Ну, она имеет влияние, естественно, у меня тоже много российских немцев, друзей в Германии, естественно, многие из них смотрят российские СМИ, но это такая же проблема, как и с турками, которые смотрят турецкие СМИ, читают турецкие газеты, и с курдами, которые смотрят свои СМИ, и я думаю, что не надо тут перебарщивать, то есть такая проблема действительно есть, но неделю назад, вы знаете, по этой истории с Лизой, с девочкой, которые вроде бы изнасиловали, что немцы... Но прокуратура немецкая уже выяснила, что изнасилования не было, что это все, в общем-то, такая была немножко придумка пропаганды. Да, да, да. Но тут нужно объяснить, что просто для наших зрителей, да, что в российских СМИ, да, появилась информация об изнасиловании российской девочки, да, о том, что это там преступление как-то недолжным образом расследовалось, и потом, когда этим занялись там, в том числе немецкие СМИ, выяснилось, что все-таки это было неправда, а какой-то такой странной формой пропагандистского, я не знаю чего. Да, да, но это на фоне, видимо, волнения, в принципе, в Германии, и вообще в Европе, да, которое связано с мигрантами, и изнасилование тоже в том числе, да? Ну, естественно, российские СМИ как-то пытаются раскачивать лодку не только в Германии, но и во Франции. Но я думаю, что единственная реакция, которая может быть с нашей стороны, и журналистов, и политиков, и полицейских в Германии, это, что каждый должен делать свою работу, потому что действительно на основе этой проблемы лежит то, что в Германии полиция и политики не делали свою работу нормально по отношению к беженцам. Ну, вы помните случай с Кёльном. Конечно, да, это история в новогоднюю ночь. Да, да, поэтому мне кажется, единственная реакция, которая может быть, эти российские немцы, они в том числе и читают немецкие СМИ, и смотрят немецкие телеканалы, что надо завоевывать их доверие и делать свою работу нормально. И я бы не стал перебарщивать, что это такая... Ну, некоторые говорят, что вот это спецоперация ФСБ для раскачивания лодки в Германии, ФСБ организовала эти митинги и так далее. Но я думаю, что это даже не нужно. Тут не нужна ФСБ. Это просто люди начинают смотреть эти каналы и уходят на эти митинги. Меня давно уже интересует вопрос. Вот по всей Европе довольно много людей смотрит телеканалы Russia Today. Это вот такой пропагандистский канал, который... Ну, ты должен согласиться, потому что это правда. Ну, по крайней мере, у Russia Today есть возможность выхода на массовое население, скажем так, ну и в Германии в том числе. Ну, окей, да? Но в Германии его роль достаточно маленькая, действительно. Они делают херовую программу, англоязычная в ВСЕ. Она действительно хорошо сделанная. А немецкая, значит, она настолько херовая, что практически никто не смотрит. Тогда последний вопрос, который... Подождите, подождите. Идите за вами Russia Today. Последний вопрос, который я хочу задать. Откуда люди узнают об Украине? И как украинцам донести информацию о том, что здесь происходит в каких-то правдивых тонах, без каких-то пропагандистских вещей, которые дают российские телеканалы? Что это за каналы коммуникации? Ну, мне кажется, что немцы узнают достаточно из немецких СМИ. То есть, то, что мы делаем, и не надо тут бороться с... Нам не надо бороться с Russia Today, тем более в Германии, где у них очень плохая программа. Спасибо большое. Спасибо.